Девушки отдыхают Девушки отдыхают Средней давности Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении 46-летнего Рамиля Садыкова. Неоднократно судимый мужчина, в очередной раз находясь в местах лишения свободы за изнасилование, признался в убийстве и изнасиловании, которое совершил еще в прошлом веке. Подробности истории в репортаже Айрата Назипова. Тело женщины полицейские обнаружили в мае 1997 года в лесопосадке в парке Молодежный Центр. Преступление не могли раскрыть в течение 20 лет. И лишь в конце прошлого года предполагаемый убийца дал признательные показания. 46-летний Рамиль Садыков об этом преступлении рассказал сам, находясь в местах лишения свободы. По версии следствия, подсудимый познакомился с 34-летней женщиной и пошел распивать с ней спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились, и Садыков нанес ей несколько ударов бутылкой по голове, а потом и осколками по лицу. На этом он не остановился и изнасиловал свою жертву. Понимая, что потерпевший обратиться к правоохранительному органу, мужчина задушил ее и сбежал. Одним из доказательств обвинения послужила экспертиза генетическая, которая установила, что следы биологического происхождения, обнаруженные на вещественных доказательствах на месте преступления в 1997 году происходят со стопроцентной вероятностью от подсудимого. Получается, что вещественные доказательства 20 лет хранились, в комнате вещественных доказательств хранились не зря. Спустя три года, в 2000 году, Рамиль Садыкова арестовали и приговорили к заключению за убийство другого человека и покушение на убийство. Через 12 лет он оказался на свободе, благодаря условно-досрочному освобождению. Но именно в этот период он совершил еще одно изнасилование, за что также был приговорен к 5,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Уже в конце срока подсудимый решил признаться в своем первом и нераскрытом преступлении. Он сам пожелал, в том-то и дело. И экспертиза была проведена именно исходя из того, что стали отрабатывать явку с повинной. Как он сказал, совесть замучила. Бывает и такое. Верховный суд Татарсана назначил Рамилю Садыкову наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но на волю мужчины выйдет гораздо раньше. Суд учел отбытый им срок за два преступления. А значит, подсудимый сможет стать свободным человеком не позже, чем через 5 лет и 3 месяца. Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112. В Пестрецах на одни реки найдено тело пропавшего парня. Напомним, заявление о пропаже молодого человека поступило еще 10 февраля. Тогда на мосту через реку Меша они нашли вещи и телефон 22-летнего юноши. На месте были организованы поисковые работы. Обследовав полторы тысячи квадратных метров реки вниз по течению, водолазы обнаружили погибшего. Извлекли его из воды и передали полицейским. Не выбрал безопасную скорость и устроил крупную аварию. Этой ночью на 875-м километре трассы Москва-Уфа возле поста Малиновка автомобиль Ниссан обрушил столб. По предварительной версии, его водитель двигался по крайней левой полосе. Мужчина не заметил сужения дороги и продолжил движение по своему ряду. В результате он наехал на сугроб, после чего его отбросило на конструкцию с указателем. Она, в свою очередь, обрушилась на два других автомобиля. Водители иномарки срочно госпитализировали в больницу. Невнимательность на дороге стала причиной аварии на улице Рихарда Зорге. Там столкнулись две «Лады» — «Ларгус» и «Лада 9-й модели». По предварительной версии, один из водителей не заметил сопрещающего сигнала светофора и выехал на перекресток на красный. Дзинара Камалова увидела последствия. Супруге подарок купил, елки-палки. Ехал из магазина, вот подарок, вот оказался, видите. Надо бантиком еще сделать. Подоспевшие на место аварии родственники водителя «Ларгуса» отшучиваются. Их брат хотел порадовать свою жену в день влюбленных. Возвращался домой с подарком. Однако хорошее настроение испортилось быстро. Причиной этого стало столкновение с «Ладой 9-й модели». Зеленый загорелся, а тот на красный пролететь решил. По их версии, виноват именно водитель «Девятки». Мужчина рассказывает, водитель «Ларгуса», не нарушая правил, сворачивал налево в сторону одного из дворов по улице Рихарда Зорге. В этот момент на запрещающий сигнал светофора проехала «Девятка». Водитель «Ларгуса» тогда просто не успел среагировать. Ну, так-то я виноват, я думаю. Я просто не видел светофора. А там красный, что ли, горел? Я не знаю. Там закрыла машина светофора. Я не увидел. Водитель «Девятки» же свою вину отритять не стал. Более того, аварию записал видеорегистратор, установленный в «Ларгусе». Мужчина рассказал, работает курьером. Вез очередной заказ, однако из-за своей же невнимательности не успел в срок. Считает, что страховых выплат хватит, чтобы покрыть затраты на ремонт второго автомобиля. Говорит, главное, что в аварии не пострадали люди. Динар Ковалова, нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Приходил в магазин и уходил оттуда с покупками, пусть и мелкими. И со своими же деньгами сдачи полицейские казани задержали подозреваемого в мошенничестве путем так называемого подлома денег. Оперативники установили, что 51-летний житель Пятигорска обманул сразу несколько кассиров и продавцов мелких торговых точек. Как это удавалось? Схема обмана у Алины Бережной. Массовые заявления о мошенничестве стали поступать в отдел полиции еще в конце декабря прошлого года. В канун Нового года мужчина обманул нескольких кассиров магазинов и заведений быстрого питания. Причем действовал по одной и той же схеме. Злоумышленник делал заказ напитка или покупал товар, стоимость которого не превышала 100 рублей. И для его оплаты передавал кассиру 5000 рублей. После этого под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирал купюру обратно. Продолжая разговор с продавцом, еще какое-то время брал сдачу с якобы ранее отданных 5000 рублей и уходил. Только в конце рабочего дня выявлялась недосдача денежных средств в кассе. К моменту установления личности подозреваемый успел покинуть пределы Татарстана. Для задержания 51-летнего жителя Пятигорска сразу же порядка выехали в Краснодар. Сейчас его доставили и уже допросили в качестве подозреваемого. Ему вменяется причастность к трём фактам мошенничества, подломам денег. Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничества, продолжается. Приём, известный как подлом купюр, используется уже давно. При выявлении подобных фактов, сражи порядка рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. Алина Бережная, Ратназипов, Вызов 112. За один год прикрыли 40 каналов поставки наркотиков в республику. Полицейские Татарстана подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств в республике. За прошедший год они выявили чуть меньше 4000 наркопреступлений и изъяли из обороток порядка 300 килограммов наркотиков. Почти половина из этого синтетика распространяют, как и в прошлые годы, через интернет, расплачиваются криптовалюты и с помощью электронных платёжных систем. Как правило, нарушая закон местные безработные жители, но немало преступлений, связанных с наркотиками, совершают организованные группировки. Именно на такие сообщества оперативники делали основной упор. В прошедшем году, в 2017, у нас было выявлено, вернее, зарегистрировано три преступления по статье 210. Это организация преступного сообщества, связанная с наркобизнесом. Это один из лучших результатов, скажу, в привозке в федеральном округе, да и в России. Это очень эксклюзивные статьи. В московском районном суде Казани оглашен приговор в отношении двух местных жителей, которые организовали незаконный бизнес по производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. В апреле 2017 года сотрудники Управления экономической безопасности задержали организаторов этого бизнеса при разгрузке фуры со спиртом. Общий вес составил 36 тонн. Чуть позже на складах полицейские обнаружили еще 10 тонн спирта, содержащей жидкости. Написали меня за вам о последствиях незаконного бизнеса. Их задержали еще в апреле минувшего года в момент разгрузки канистр со спиртом. Полицейские выяснили, из него изготавливали напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных производителей. Впоследствии экспертизы вся продукция признана опасной для жизни и здоровья человека. Зайди сюда понятых, пожалуйста. По версии полицейских, спирт закупался в соседних регионах, после чего по фиктивным документам перевозился в республику. Всего задержали 4 человека, а двое из них – организаторы. Он разливал ее в пластиковую бутыль объемом от 5 до 10 литров, либо в бутылки с наклейками известных торговых марок. И в дальнейшем реализовывал. Кроме того, данная спирта, содержащая жидкость, у него приобретали трое его знакомых, которые, по его примеру, также реализовывали ее под видом водки и коньяка. Вскоре начались обыски. Проверив 12 адресов, полицейские изъяли еще свыше двух тонн фальсификата. Ущерб производителям свыше миллиона рублей. Кроме этого, обнаружено более пяти тонн спирта, содержащий жидкость в гаражном помещении, принадлежащем главному фигуранту и одному из его подельников. В общей сложности полицейские изъяли 46 тонн суррогата. Обвиняемые свою вину признали в полном объеме, а в отношении двух человек уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Оба организатора были приговорены к двум годам лишения свободы, каждый. Нафиса Менязова Ират Назипов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.